Что такое проклятие? Проклятие это энергия Бога, предназначенная для воспитания человека. Проклинать могут только благочестивые люди. Грешник не может никого проклять. Вот человек с бутылкой ходит, я тебя проклинаю. Это не работает с темой. Проклять может только человек, у которого есть сила благочестия или сила святости. Если есть сила святости, он говорит, тебе для воспитания нужно вот такое вот. И ты будешь так жить. Простой человек не может никого проклять, просто пустые слова. Не работает с темой. Особенно невозможно проклять того, кто не виноват. Если ты сам считаешь, что человек виноват, и я тебя проклинаю, это бред полный. Никакого проклятия не будет. Проклятие это энергия Бога. Проклятие означает, что Бог вмешался в жизнь человека, и проклятие всегда является благословением по факту. Это не является чем-то несчастьем каким-то. И этот человек, типа он проклял беременную женщину, он не имеет права беременной женщине вообще ничего плохого сказать, не то что ее проклинать. Он проклял беременную женщину на то, чтобы рождались одни девочки. Бред полный. Такого не бывает. Не может этот человек обладать такой силой. Если он обладает такой силой, зачем ему проклинать эту женщину? Мы часто не имеем логики. Поэтому у нас в голове постоянно сглазили, испортили, прокляли. Отворот, поворот, на ворот, за ворот, поворот. Это все бред. Невежественный человек верит, что зло сильнее всего в этом мире. Он верит в проклятие, в сглаз, в порчу. Это признак невежества. Он верит в духов. Духи означают, зло управляет этим миром. Страховы верят в деньги. Я должен закончить эту беседу. Простите меня за все мои строгие слова. Спасибо за подтверждение.